добрый день дорогие друзья продолжая тему популярных блюд юго-восточной азии просто невозможно пройти мимо одного из самых ярких блюд а именно лакса который немного недооценен в наших широтах и встречается буквально в паре мест в северной столице лакса это ароматный и пряный суп с лапшой и морепродуктами это блюдо которое покорило сердца и вкусовые рецепторы людей во всем мире считается что лакса возникла в юго-восточной азии а именно в странах малайзии сингапура и индонезии точное происхождение этого блюда является предметом споров поскольку каждая страна имеет свою собственную версию и претензии к этому блюду историю лакса можно проследить на много веков назад когда в регионе начали селиться торговцы из китая и индии эти культурные влияния в сочетании с местными ингредиентами и специями привели к появлению уникального вкуса и аромата который определяет лаксу сегодня в малайзии пенанг а сам лакса является популярным вариантом который демонстрирует влияние перанакана народ перанакан также известны как китайцы проливов это потомки китайских иммигрантов которые смешались с местным малайским населением пенангская а сам лакса известна своим острым и кислым вкусом благодаря ароматному рыбному бульону настойному на тамариндовой пасте и ароматных травах между тем в сингапуре версия лаксом известны как катонг лакса несколько отличается это насыщенный и сливочный бульон на основе кокосового молока с легкой остротой в индонезии лакса известны как лакса битави или лакса джаккарта это блюдо представляет собой яркое кулинарное наследие столицы лакса битави сочетает в себе влияние китайской и малайской и коренной индонезийской кухонь бульон готовится из кокосового молока галангала куркумы и других ароматных специй создавая ароматную и пикантную основу традиционно его подают с толстой рисовой лапшой измельченной курицей ростками фасоли вареным яйцом и жареным луком шалот интересным фактом о лаксе является то что она популярна не только в странах своего происхождения но и получила международное признание с глобальным распространением кухни юго-восточной азии лакса стала востребованным блюдом во многих городах мира она была адаптирована и переосмыслено поварами которые внесли свои уникальные изменения в классический рецепт включив в него местные ингредиенты и ароматы независимо от того какой вариант лакс вы предпочитаете терпкий сливочный или острый одно можно сказать наверняка это блюдо праздник разнообразного кулинарного наследия юго-восточной азии его дразнящее сочетание вкусов и текстур настоящее наслаждение для чувств что же давайте приступим к приготовлению этого невероятного вкусного и интересного супа все ингредиенты а также ссылки на продукты из наших магазинов красный дракон как всегда будет в описании под этим видео первым делом нам необходимо сварить бульон у меня есть небольшое количество креветочных панцирей в оригинале используются креветочные панцири и головы от креветок я их никогда не выкидываю просто складываю в морозилке и вот в такие моменты когда нужен бульон я использую на небольшом количестве растительного масла обжариваем панцире когда креветки слегка обжарили добавляем 2 литра воды когда наш бульон закипел добавляем в него одно куриное бедро и периодически пока варится у нас бедро снимаем пенку все оставляем на полчаса на 30-40 минут пока варится бедро пока бульон варится мы приготовим основу нашей лаксы это карри паста который лежит в основе очень многих индонезийских блюд например ренданг можно либо сделать в ступке но желательно использовать кутер который поможет сделать пасту более однородной сушеный перец чили предварительно необходимо замочить в кипятке для нашей пасты карри нам понадобится измельченный галангал здесь можно произвольно потому что дальше это в кутере тоже в кашу перерубится 3 зубчика чеснока лимонграсс у меня он замороженный поэтому немножечко такой размягший но это ничего страшного чтобы дольше сохранить его самый простой вариант это заморозить также красный лук измельчаем произвольно измельчаем чтобы облегчить работу самого кутера я также добавлю небольшое количество цедры лайма также в пасту добавим орех макадамия буквально три штучки он придаст более такой маслянистый сладковатый вкус молотый кориандр пол чайной ложечки и пол чайной ложечки куркумы также добавляем такую вот креветочную пасту это очень ароматная очень пахучая вьетнамская креветочная паста которая придает блюду очень такой яркий насыщенный вкус морепродуктов буквально чайную ложечку и в конце добавляем размоченный перец чили семена можно не добавлять в принципе они нам там не нужны они и особо не размельчатся что попало то попало и добавим немножечко буквально столовую ложечку воды из-под чили перцев 2 чтобы помочь блендеру все это перемолоть в однородную пасту на самом деле если вы не хотите заморачиваться с такой вот пастой для которой нужно очень много ингредиентов существует уже готовая паста лакса вам достаточно ее просто обжарить добавить бульон добавить креветки курицу морепродукты жареный тофу лапшу и лакс будет у вас готова но сегодня мы идем не таким простым путем вы знаете что она есть пасту я вас тоже научил делать когда курица готова вынимаем ее и даем немножечко остыть потом я ее разберу на волокна и добавлю в суп а затем в этот же бульон я добавляю моллюски вонголи спустя буквально пару минут достаем наши моллюски наш бульон готов сейчас мы его процедим и приступим уже к приготовлению лакса теперь когда у нас все продукты подготовлены бульон сварен лапшу я творил тоже заранее по инструкции на упаковке приступаем к приготовлению самой лакса на среднем огне с небольшим количеством растительного масла обжариваем нашу пасту наша задача немного ее подсушить когда из пасты ушла лишняя влага добавляем кокосовое молоко 200 миллилитров или один стакан далее добавляем бульон далее добавляем столовую ложку рыбного соуса обязательно пробуйте всегда пробуйте всегда ориентируйтесь на ваш вкус если вам чего-то не хватает всегда добавляйте это также добавляю столовую ложку сахара далее отвариваем креветки в этом бульоне обычно еще добавляют жареный тофу но у меня его нет к сожалению отвариваем креветки и далее будем сервировать лапшу заранее отваренную также курицу бонголи проростки сои я не смогу передать словами какие ароматы сегодня стоят на моей кухне но это что-то невероятное да рецепт не из простых не требует некой подготовки но поверьте оно того стоит результат оправдывает все ожидания и усилия спасибо за просмотр этого видео все ссылочки как всегда в описании ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на канал ставьте колокольчики но и все в этом духе приятного аппетита и до скорых встреч пока пока лайм обязательно ну и аккуратненько все перемешиваем соус у нас самбал ароматы какие вы не представляете на самом деле в оригинале еще лапшу рисовую вермишель нарезают на небольшие буквально там по пять сантиметров лапшинки и добавляют ее и так проще есть вам нужна только ложка для того чтобы есть лаксу но я люблю лапшичку ммм 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 ароматы стоят просто невероятные м м мм ммм х ммм Субтитры сделал DimaTorzok